Условия содержания в СИЗО спартанские, но соответствуют нормам. Григорий Вишневский рассказал о том, как прошел его год в следственном изоляторе. По словам бывшего замгубернатора, он находится под стражей вместе с другими арестантами, с которыми в прошлом высокопоставленный чиновник установил уважительные взаимоотношения. Нет, на данный момент не один, да. Открытие несколько арестантов уважительное. Государственное учреждение, оно уже работает у нас по стандартам утверждённым. Есть у стандартам все и так далее. Поэтому всё соответствует всем нормам. Нормальные мужские, спартанские условия, какие должны быть в тюрьме. Всё-таки не санаторий. Нормально. В ходе одного из перерывов в судебном заседании Григорий Вишневский даже пригласил журналистов посетить СИЗО номер один Владимира, где в данный момент он находится, и самим оценить условия пребывания арестантов. Причём настрой бывшего чиновника можно охарактеризовать как оптимистично боевой. Он даже попросил журналиста из другого издания прислать его адвокату сделанные фотографии судебного процесса. Видимо, на память. Напомним, бывшего вице-губернатора области по социальному развитию региона обвиняют в трёх эпизодах получения взятки и в одном эпизоде мошенничества. 15 ноября 2021 года чиновника задержали с поличным сотрудники ФСБ в одном из ресторанов Владимира. Позже стали известны и другие коррупционные эпизоды. Общая же сумма незаконно полученных вишневским средств, как сообщал Ленинский райсуд, составила примерно 985 тысяч рублей. Только по одной из статей получение взятки в крупном размере бывшему вице-губернатору грозит до 12 лет лишения свободы. Срок его содержания под стражей как раз истекал в день проведения заседания, то есть 14 ноября. В обращении к суду Вишневский просил изменить меру пресечения и назвал нахождение под стражей особым ограничением. К слову, это уже второе заседание по делу Григория Вишневского. Прошлое было отложено из-за неявки адвоката подсудимого Дмитрия Хорста. Правда, и в этот раз защитник из Москвы отсутствовал в зале судебных заседаний. Возможно, поэтому подсудимый держал в руках уголовно-процессуальный кодекс. Несмотря на то, что интересы бывшего заместителя губернатора представлял Владимирский адвокат Татьяна Грачева, она поддержала заявление своего подзащитного и также настаивала на изменении меры пресечения. Не согласна с дальнейшим содержанием его под стражей. Просим суд учесть положительные характеристики наличия и наиждевения детей, отсутствие привлечения к уголовной и административной ответственности, а также тот факт, что на сегодняшний момент предварительное следствие завершено и все доказательства, которые следствие необходимым считало нужным собрать, были собраны и закреплены. Но гособвинение не согласилось с такой аргументацией. Прошу меры пресечения без заключения под стражу оставить на весь период судебного рассмотрения уголовного дела и, соответственно, продлить срок содержания. В итоге судья Николай Урлеков вынес свой вердикт. Он обвиняется в совершении умышленных преступлений, коррупционной направленности, а именно двух тяжких и двух особо тяжких деяний. Кроме того, Вишневский занимал руководящую должность в государственном органе. Вишневский, находясь на свободе, может скрыться, воздействовать на свидетелей обвинения или иным путем распроизводства к уголовному делу. В меру пресечения в виде исключения под стражей, подсудимый Вишневскому, Григорий Николаевич, 3 января 1977 года рождения оставить без изменения на срок 6 месяцев, подвозь, что апреля 2023 года включили. Ранее и следком, и прокуратура сообщали, что Вишневский вину не признает. В ходе одного из перерывов в судебном заседании мы спросили его, остается ли он при своем мнении. Бывший чиновник попросил с этим вопросом повременить. Коллеги, немножко попозже повод по существу вопроса, немножко попозже мы переговорим обязательно. Следующее судебное заседание должно пройти 30 ноября. Планируется, что на нем начнется судебное следствие, а значит, нам должны раскрыть подробности этого громкого уголовного дела. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, ШСТ канал.